Оказать правильную первую медицинскую помощь до приезда скорой помощи должен уметь каждый. Но особенно важны эти знания для людей, которые работают с детьми. В зале собрались воспитатели, учителя и другие работники общеобразовательных учреждений. Я считаю, что это необходимые знания. Про сути дела должны знать не только педагоги, но и все. К сожалению, у нас сейчас уровень оказания помощи, знаний по оказанию помощи желают лучшего. Поэтому хоть такие занятия, в какой-то степени, а тем более школы, детские сады, общественные организации, где люди, дети, это все надо знать всем. Главный помощник врача на этом семинаре – электронный медицинский тренажер. На нем можно отработать практические навыки по сердечно-легочной реанимации и искусственной вентиляции легких. В случае правильного выполнения загорается зеленый светодиод, при ошибке моргает красный. После теоретической вводной части участники семинара перешли к практике. Очень полезно, потому что не всегда мы знаем, как можно оказать первую помощь, доврачебную. И очень интересно было именно на тренажере попробовать, как это спасла человека, не спасла человека. То есть знаешь, где куда нажимать. То есть в теории мы много знаем, а вот именно на практике это очень интересно было попробовать. Такие инструктажи, естественно, нужны, потому что не все об этом знают. А если знают, не все применяют эти способности. Поэтому, я думаю, это полезная информация. И даже если мы, инструктора, изучали это в университете, то это полезно повторить, потому что не все всегда об этом помнишь. Также на семинаре педагоги узнали о первых действиях при отравлении и обморожении, что делать при ударе электрическим током и комплексе реанимационных мер при утоплении. Такие практические семинары планируется провести для сотрудников всех образовательных учреждений Анапы. Руслан Душевский, Анапа. Регион.